Всем привет, мои самые любимые подписчики! Сегодня я буду рассказывать вам о новом сериале, который называется Beef, Грызня. Он вышел на Netflix, как всегда. Я посмотрела его только потому, что его порекомендовали, иначе бы меня бы не заинтересовало такое название и обложка. Но там обложка, где там два фака, и типа... Короче, давайте я вам расскажу о сюжете. Короче, два чела были очень на нервах, и они начали сигналить друг другу именно в тот момент, когда они были, ну, уже в ярости. И когда, ну, любая неприятность, вот бывает же, ты зол, а ещё, плюс ты ещё натыкаешься на кровать, и всё, типа всё, это был last stroke, называется. Последняя капля, и всё, ты уже всё. You lose it, понимаете? У них была такая ситуация, и типа для них это была вот последняя капля, и они начали, короче, гоняться друг за другом на машине. С этого момента началась их вражда. Они начинают подгаживать, в прямом смысле, и потом это разрушается до каких-то невероятных размеров. Они разрушают тебе всю свою жизнь. Моя самая любимая часть этого сериала, это когда она, ну, предпоследняя сцена, когда они полумёртвые лежат и разговаривают. И это был самый глубокий и самый честный разговор в их жизни. После этого они, по-моему, влюбились. И этот диалог был таким божественным, в нём было идеально всё. И это показывает, что они на самом деле подходят друг другу даже больше, чем, например, её муж, такой весь позитивный ангелочек. Она, значит, такая, типа, плохая психопатка, а её муж позитивный ангелочек. И они думали, что этим самым они друг друга гармонизируют. Но как доказывает жизнь, лучше всего строить отношения с человеком, который похож на вас. Так вот, они друг друга, вот эти два психа, главных героя, они понимают друг друга. У них, они чувствуют, понимаете, they get it, понимаете, they can relate to it. И когда вот эта женщина говорила своему мужу о том, как она себя чувствует, он просто не понимал её. Он говорил, да, давай сходим к психологу, но он не понимал её. Дочка у них милашка. Кстати, он вот влюбился в другую женщину. Вот мне кажется, она ему 100% больше подходит. И вы знаете, эмоциональная измена, мне кажется, намного хуже, чем физическая. Вот давайте будем честными. Но это даже не в том... Мы говорим об этом, не понимая, что на самом деле человек не виноват в том, что ты просто не его человек. Так, типа, да, люди могут влюбляться в какой-то период жизни, но это не значит, что они должны быть влюблены в весь период своей жизни. Ну, короче. Всё в этом мире прекрасно. Помните про радикальную жизнь? Правильно. Так вот. Почему-то... В чём смысл вообще этого сериала? Смысл в том, что... Кстати, там есть была одна фраза, она мне очень понравилась. Что, типа, может Богу, то есть вот этому вселенскому сознанию... Чтобы ему не было настолько одиноко, он создал нас. И типа, что если Бог — это всё, то мы тоже Бог. И что мы часть Бога. И что мы созданы для того, чтобы самому Богу не было одиноко и скучно. На самом деле это правда, потому что, как пишет радикальная жизнь, то наш ultimate, я говорю про ultimate, смысл жизни в том, чтобы расширять сознание Бога. И, как бы, зачем нам расширять сознание Бога? Да потому что ничто не стоит на месте. Сознание, даже наше, оно всегда расширяется. И, как бы, развитие — это единственная константа в нашей жизни, понимаете? Короче. В чём смысл всего этого? Во-первых, оно показывает, насколько важно любить свою работу. Может быть, это и не сказано прямыми словами. Ну, то есть прямым... Ну, не знаю. Но вот эта главная героиня, она просто живейший и точнейший пример того, кем вы станете, если вы будете не любить свою работу. Да вы просто каждый день будете на нервах, в стрессе и проклинать всё и вся. Да. И вот малейшая, малейшая неприязнь у вас вызовет... Там такая хрень будет после этого, вы просто не представляете. И это всё из-за того, что она показала ему фак. Типа, если бы она успокоилась и перестала вот так это делать, и если бы он успокоился, ничего бы этого не было. Ну, как мы знаем, во всём есть вожественный план, ну вы поняли. Итак, в чём ещё смысл этого сериала? В том, что нужно признавать, что мы не ангелки, и что в нас есть черти, в нас есть демоны. И в одном моменте вот этот вот главный герой признался своему брату, что он завидовал ему, и он не хотел, чтобы он рос дальше. Он хотел, чтобы он оставался на его уровне. Он выбросил аппликации в университет своего брата, потому что он не хотел, чтобы его брат был успешнее, образованнее и богаче, чем он. Потому что он просто не хотел чувствовать себя говном. И поэтому он хотел, ну раз я говно, то ты тоже будешь говном, и мы будем с тобой на одном уровне. Ну, конечно, брат обиделся. I mean. И ведь в нас всех есть эти чертики. Например, когда я смотрю на что-то, что хочу я, и кто-то другой это получил, я, я никак это на мне не выражается, но я не могу быть счастливой. Как бы я не чувствую ничего позитивного в этот момент. И типа, потому что мы люди, и быть человеком, это значит быть эгоистом, это значит завидовать, это значит ревновать, это значит лениться, прокрастинировать. Как это называется? Хотеть что-то получить по халяве, хотеть, чтобы тебе падали вот эти вот ништячки, хотя это даже несправедливо. Но когда у кому-то падают ништячки, и это несправедливо по отношению к тебе, тебе это не нравится. Так что ты не всегда за справедливость, ты только за... Как это объяснить? Например, у нас был в классе тест, и какой-то девочке профессор помог просто так. Ну, раз вы ей помогаете просто так, почему вы на всем не помогаете просто так? Но зато, когда я ошибаюсь, мне, короче, засчитывают минус 5 баллов. И, конечно, в этот момент, но потом мне засчитали 3 балла просто, ну, типа, по случайному, по абсолютной случайности. Но я же тогда не испытываю ничего плохого, правильно? Я тогда не хочу бороться за справедливость. Да потому что we are biased. Человек — это про то, чтобы быть biased. Как это называется? Короче, не знаю, как это называется, но вы поняли. Это когда, типа, нету объективной реальности. И каждый, конечно, смотри, самая сложность вообще бытия человека в том, что ты живёшь в социуме, и каждый тянет свою линию. Ты пойдёшь к какому-то чекрологу, он постоянно будет. Чекрология, чекрология. Потому что вот я подписана на одного чекролога, и она просто... Если честно, это уже очень надоедает. Да мы поняли, что чекрология полезна. Просто она пишет об этом каждую секунду своей жизни. И пойдёшь там к тому пэпэшному психу... Не знаю, пэпэшному... Пэпэшнику, короче. И, конечно, он будет цянуть за свою. Нужно считать калории, нужно кушать безглютеновое. Нужно... Там будет сыроед. И он будет... Вы просто не представляете, вся пища вообще вредна. Бла-бла-бла-бла. Там ещё будет какой-то ещё. Он будет говорить... Вообще, мир — это только наука. Я верю только в науку. Бла-бла-бла-бла-бла. И, понимаете... Everybody will try to pull in her direction. Все будут своё навязывать тебе. И тебе нужно этому... Быть к этому готовым, во-первых. И, во-вторых, слушать себя, своё высшее я. Через медитацию. Но я к этому ещё не пришла. Но берите себя на заметку. И вообще, единственное, единственное, что я хочу... Я хочу совершить квантовый скачок. Потому что I'm so down with it. Я хочу всё сейчас и сразу. И вы знаете, если ты, типа... Говорят же, если ты, типа, из одного уровня резко перейдешь в другой, то тебя разорвёт. Там не будет пофиг. Я хочу, чтобы меня разорвало. Понимаете? Я вообще... Это последнее, о чём я вообще думаю. Что меня там разорвёт. Я не готова к этому. Поэтому я хочу это на себе попробовать. Если меня разорвёт, круто. Я соглашусь с тем, что меня разорвёт. А так, как я могу поверить этому? Окей. Видите, из одной я пришла вообще в другую. Ну, это, короче... Если вы вообще досмотрите это видео, вам просто нету... Нету... Вы, короче... Пошла вам лучики счастья и удачи, короче. Потому что обычно мои разговорные видео, ну, не знаю, не самые популярные на моём канале. Сегодня я разревелась из-за того, что я, короче, провалила экзамен. Господи. Когда в мою мозг войдёт информация и оттуда не будет вытекать? Просто мой мозг, она вот так заходит и выходит. Заходит и выходит. Я не знаю, как это остановить. Но окей. Короче, сегодня я... Book Exchange был в библиотеке. Кстати, классная тема. И вот, что я оттуда взяла. Называется Sixth Sigma. Давайте я вам прочитаю. Термин Sigma взят из статистики. Он определяет соответствие процесса идеалу. Начальный уровень One Sigma или First Sigma, не знаю, 690 тысяч погрешностей на миллион операций. Вторая Sigma. Сигма — 308 тысяч погрешностей на миллион операций. Третья Sigma — 66800 погрешностей. Четвёртая — 66210. Пятая — 230. И высший уровень, шестая Sigma — это 3.4 на 1 миллион погрешностей. Существует и седьмой уровень, когда погрешностей нет вообще. Но достижим он лишь теоретически и только при стопроцентной автоматизации процесса. Метод Шестой Сигмы, основывающийся не на построении безупречной системы, а на сведении к минимуму количества ошибок лучше других, подходит российским компаниям. Короче, это называется концепция идеального менеджмента. Ну, короче. Всем спасибо за просмотр. Всем бай. Субтитры сделал DimaTorzok